Данил Москаленко Сегодня об этом мы поговорим. В студию я пригласил советника министра сельского хозяйства, опытного у нас агрария Трультая Рахимбекова. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо, что пришли. Лидер партии АУЛ также, кстати. Мирзахмед Уксигбаев по скайпу подключается Национальный союз сельскохозяйственных кооперативов. Здравствуйте, господин Уксигбаев. Вы слышите нас? Все хорошо? Да, да, да. Будьте на связи, мы обязательно вас подключим. Господин Рахимбеков, сразу давайте с вас начнем. Зачем, вот мне хочется понять, зачем министрихоз сейчас вмешивается в такую тонкую структуру, как ЛПХ, личные подсобные хозяйства? Ну, у нас, наверное, 80% валово сельскохозяйственного продукта там производится, да? Я могу ошибаться, но... Давайте начнем с чего. Сама идея разработки этого законопроекта, она родилась не в 2021 году, не в 2021 году, намного раньше. Идея пришла в 2003 году, когда разрабатывался проект государственной программы развития сельских территорий. Мы тогда анализировали ситуацию в 7660 сельских населенных пунктах. Пашня, пастбище, техника, сенокосы, коровы, овцы и так далее, и так далее. И вот тогда мы уточнили, выяснили, что практически во многих сельских населенных пунктах уровень безработицы достигает 90%. То есть, каждый 9 человек из 10 работоспособных не имеют постоянной работы. Единственный источник существования этих людей – это их личные подсобные хозяйства. Что такое личные подсобные хозяйства? Это его частный дом в сельской местности, огороженный, допустим, сарай, огород и так далее. Вот это и есть личное подсобное хозяйство. Понял. И вот с выручки от реализации продукции, которую он производит у себя во дворе, и живет эта семья. Это очень хорошо. И тут вы приходите с реформой. Вы хотите что? Улучшить жизнь фермера, крестьянина, аульского сельского жителя? Либо вы хотите ввести налог? Хорошо. Отвечу таким образом. Вы хотите спросить, допустим, в чем же суть? Для чего этот законопроект? В первую очередь, и этого не надо стесняться говорить, это повышение доходов сельских жителей. Вы должны знать, что заработная плата наемных работников, кто работает в кооперативах, ТО, крестьянских хозяйствах, в разы ниже, чем в промышленности. И самый низкий показатель. Ниже, чем даже учителей, врачей, которых мы, все казахстанцы, априори считаем самыми низкоплачиваемыми. Так вот, работник сельского хозяйства получает еще ниже заработную плату. Средний душевой доход сельского жителя в два раза ниже, чем городского жителя. И вот опять же, единственный источник ЛПХ. Как сделать так, чтобы человек, живя на селе, имея личное подсобное хозяйство, на нем зарабатывал намного больше? В два, в три, в четыре раза. Интересно. Сегодня же получается какая картина? Вот личное подсобное хозяйство произвело, допустим, молоко, мясо на убой, овощи, картофель. И оно реализует для последующей реализации в город посредникам, по ценам намного ниже, чем на рынке города. Мясо, допустим, как минимум в два раза ниже. Картофель, овощи в разы, в пять, в шесть, а то и в десять раз дешевле, чем мы, городские жители, покупаем на рынке. То есть, проливая пот, допустим, с утра до вечера, занимаясь своим личным подсобным хозяйством, сельский житель имеет 10-20% от общей выручки, которая попадает в карманы посредника. Сто процентов, я с этим согласен, несправедливо. Конечно. Да, хотелось бы понять, какие нормы вы закладываете в новый закон об ЛПХ, он еще разрабатывается, возможно, там что-то появится новое, но, тем не менее, ключевые моменты давайте обозначим. Причем, еще один момент хочу сказать, вот вы говорили о доле личных подсобных хозяйств, валовой продукции сельского хозяйства. Так вот, на долю ЛПХ приходится почти 50% валовой продукции. То есть, одну половину производят вот эти акционерные общества, товарищества, крестьянские хозяйства, и при этом получают из государственного бюджета 350 миллиардов тенге субсидий. Вторую половину производит ЛПХ, не получая за это ни одного ТИИ на господдержке. Я уловил некоторую логику. Если будет закон, если ты захочешь поддержку, и ты ЛПХ, ты ее получишь. Естественно, надо продумать пути. Причем, из тех продуктов питания, которые приходят на рынок, 80% города поставляют ЛПХ и мелкие крестьянские хозяйства, которые тоже ничем не отличаются от ЛПХ. Причем, я скажу, это не казахстанская ноу-хау. По данным ФАО, это Международное продовольственное сельскохозяйственное организации ООН, в мире такая же ситуация. 80% продовольственных товаров производят так называемые семейные фермерские хозяйства, под категорию которых попадают наши ЛПХ. И самые качественные, и органические. Органические, чистые продукты питания. Но там еще есть специальные биржи, там меньше посредников, там есть прямой доступ. В том-то и дело, что именно через кооперацию ЛПХ мы и хотим убрать вот этих посредников. Давайте нашего еще коллегу подключим, Азахмет Уксихбаев, президент Национального Союза сельскохозяйственных кооперативов. Какое у вас видение этого законопроекта, этого закона, что вы считаете необходимым? Ну и, собственно, вы за или против? Ну, конечно, это закон нужен. Как и любой закон, необходимо определить границы самого понятия ЛПХ. Плюс расширить возможности в сегодняшний день копировать не только товаропроизводителя, а и чистое ЛПХ. Что такое кооперация, вы сами знаете, это увеличение эффективности производства, торговля, те же санитарные, ветеринарные требования, своевременность, обеспечение. Это все достигается за счет кооперации. Потому что без кооперации в одиночку очень тяжело эти меры все соблюдать. Поэтому я за принятие этого закона. Кроме того, все-таки есть критики, которые говорят о том, что лично-подсовное хозяйство нельзя развивать. Но законом-то мы должны определить взаимоотношения лично-подсовного хозяйства раз. Во-первых, границы определить. Что такое, чем едят, чем преподносит этот ЛПХ. Потому что везде говорят про ЛПХ, но в законодательстве четкого понимания нет. Поэтому мы чуть-чуть запоздали. В этой части у нас коллеги из России давно уже приняли. Госдума приняла в 2002 году. В Беларуси в 2003 году. Коллеги из Узбекистана, депутаты давно приняли. И вот в прошлом году, 1 апреля, приняли закон об ЛПХ. Уже сегодня готовы раздать скот местному населению. Кто готов раздать? Кто? Государственный. Государственный. Да, да, да. Понятно, понятно. Это просто личное подсовное хозяйство. Я в дополнительном словам Базахмета хотел сказать, что 3 дня назад я опубликовал пост в фейсбуке, где указал, что в Узбекистане поручение из президента Мерзиоева Шавката, который дал поручение местным органам, 350 тысяч овец раздать личным подсобным хозяйствам в качестве товарного кредита. Там все на учете, все под карандаш взяты, да? Все так или иначе контролируются. Платят ли они налоги? Вот я, 2 коровы, 2 барашка, 10 куриц. Я буду платить налог? С дохода, я еще раз хочу сказать, это очень комплексный вопрос. Если вы реализуете продукцию, допустим, молоко, мясо, на молокоперерабатывающий комбинат или на мясокомбинат, допустим, свою продукцию, то от выручки, согласно налоговой законодательности, это было и в советское время. Это и было в середине 90-х годов. Я работал, допустим, на молзаводе на частном, мы приобретали молоко ЛПХ, выплачивая деньги, удерживали 10% так называемого подоходного налога у источника выплаты. Сколько наши фермеры, не фермеры, а вот так, я не знаю, аульские жители, сколько они должны платить? 10% по налоговому кодексу, от стоимости продукции. Если реализуют продукцию? От стоимости продукции, да. Теперь не все будут готовы к этому, не все захотят, ну вы же понимаете. Но, причем, я предлагаю здесь пойти дальше, сделать реформу. Эти же 10%, которые уходят в некую такую бездну, называемый общий бюджет, 5% ровно половину зачислять на счет Акима сельского округа. Это тот самый бюджет четвертого уровня. Вот это шикарно. Жители села будут видеть, что они платят налоги, и они идут на развитие его же села. А вторую половину, 5%, делить 3% пенсионный фонд, 1% социальный фонд, 1% медицинский фонд. Опять же, житель будет видеть, что он зарабатывает на свои социальные фонды. А не этот дурацкий единый социальный платеж, который ввели несколько лет назад. Я тогда говорил, работникам и труда, ребята, вы что делаете? Вы подрываете престиж государства, имидж самозанятого человека, облагаете дополнительным налогом. Дайте человеку возможность заработать, чтобы он сам делал отчисления своей фонды. Почему нельзя так сделать? Я с вами совершенно согласен. Хотелось бы уточнить, есть ли вот это ваше предложение в этом законопроекте или нет. Потому что у нас по ходу работы бывают очень хорошие мысли, но они не все вложатся в закон. Так для того этот законопроект и пришел в мажорист. Надо будет вместе с депутатами проработать и включить туда все плюсы. К сожалению, вот то, что говорил Марзахмед, что очень много, допустим, людей против, но не то, что много против. Есть такая старая шутка советских времен. Помните? Я Пастернака не читал, но я его ненавижу. Вот примерно точно так же. Сам законопроект не читал, но против. Нам пишут телезрители, они уже комментируют и ваши слова, и наше обсуждение. Кто будет отвечать за расходы бюджета, если новый закон о ЛПХ не реализуется? В итоге, что сделано будет для жителей села с введением нового закона о ЛПХ? Давайте хотя бы... Я еще раз говорю. Да, да. Допустим, те же субсидии, которые сегодня ЛПХ не получают, производя продукцию, через кооперативы они смогут получать эти же субсидии. Тем более, сейчас мы предлагаем, я, допустим, лично предлагаю сделать реформу в системе субсидирования сельского хозяйства. И не то, что сейчас предлагают сделать только инвестиционные субсидии и субсидии на процентную ставку. Тем самым мы убьем самые мелкие крестьянские хозяйства. Я же предлагаю субсидировать продукцию 20-30-40% от стоимости. И в число получателей включить кооперативы ЛПХ. Тогда эта субсидия будет распространяться и на все личные подсобные хозяйства. Ну, то есть, да, ему надо работать в белую и, естественно, объединиться для того, чтобы какую-то господдержку иметь. Причем, многие же ведь путают. Они знают только один вид кооператива, который с советских времен, колхоз. Да. И говорят там, кто вступит в кооператив, ваш колхоз. Ребята... Ну, это же собственность, это частная собственность. Ребята, колхоз это один из видов кооперативов. Это производственный кооператив. Когда объединяется земля, скот, техник. Мы же говорим о сервисно-потребительском кооперативе, где объединяться таким образом не надо. Это разные вещи. Господин Доксихбаев, подключитесь, пожалуйста, разъясните этот момент, если можно. Все-таки у вас ассоциация, точнее союз сельскохозяйственных кооперативов. Да, если вы помните, в 2015 году, в конце 2015 года, был принят закон о кооперативах, о сельскохозяйственных кооперативах, где были указаны пять направлений по развитию сельскохозяйственных кооперативов. В том числе производственные, сервисные, заготовительные. И сейчас, в данный момент, когда мы в 2017 году выезжали в регионы и объясняли населению преимущества кооперации, мы столкнулись с тем, что личные подворные хозяйства, они сильно не задействованы в части кооперации. Почему? Потому что многие не понимали, потому что думали, что скот надо будет переписать, землю надо будет переписать, имущество надо будет переписать, так как законом это не предусмотрено. Это все в добровольной основе, как взнос можно было бы вносить. Это все решалось путем саморегулирования, путем протокольного решения большинства. То есть, вот эти моменты мы пытались объяснить, но, к сожалению, эта политика Министерства сельскохозяйства закончилась в 2017 году в связи с приходом нового министра. И там уже, как говорится, направление сразу поменяли на развитие мясного животноводства до 2027 года. Не будем сейчас... Да, тут у нас много вопросов есть проблемных, и наш потенциал, что мы не используем, и импорт. Я хотел здесь... Да, я хочу понять, просто сейчас все боятся. Вот я читаю, что нам пишут, что мне пишут. Спасибо, что на связи. За 30 лет, куда смотрели, мы не живем, выживаем, еще и налог платить заставляют. Ну вот, пожалуйста, как объяснить людям сейчас, что не заставляют? Нет, я же вот и ответил на вопрос 30 лет. 18 лет этому, 19 лет этому законопроекту, по большому счету. В третьем году начали разрабатывать, внесли в мажорист, к сожалению, вот опять пошли разговоры, что это будут колхозы, люди туда пойдут, отберут склон, отберут земли. Ну вы прямо тогда скажите, что не будет такого еще. Мы постоянно и говорим, ребята, ну давайте, вы посмотрите. Кооперативов разной формы существует, десятки видов. Почему все зациклились только на колхозах? Просто ловят хайп. Некоторые те, кто против, это крупные фермеры, они испугались, тоже понять их можно, испугались того, что часть субсидий будет развернута в сторону ЛПХ, и, естественно, они потеряют часть своих доходов. Давайте так, давайте плюсы обрисуем, насколько это будет выгодно. Ну, допустим, вот среднестатистическое ЛПХ возьмем, оно объединяется с каким-то другим ЛПХ. Объединяется каким образом? Вот каждый из них в одном селе в среднем 250-300 дворов, 300 ЛПХ. Они выступают учредителями, создают юридическое лицо, кооператив. При этом туда ни скот, ни землю ничего не передают. Они продолжают работать так, как работают. Но передают этому кооперативу часть своей функции. Первое, по реализации продукции, по сбыту. Так. Молоко надоели, где-то его надо хранить, охлаждать. Молокоприемный пол, мясо надо забивать, убойный пункт, рефрижератор. Овощи, какое-то овощохранилище в селе должно быть. Пожалуйста, кооперативное. Там идет первичная подработка, и кооператив от имени каждого из этих жителей едет и продает в городе. Все время нам предлагают, дайте места фермерам, дайте места ЛПХ на рынке. Ребята, я говорю, если каждый из них будет стоять на базаре, кто будет выращивать скот на селе? Потом, второй вопрос, есть же жена, дети. Я говорю, хорошо, но вы посчитайте экономику. А если село от города 300 километров, и ЛПХ каждый день утром будет с двумя бидонами молока ездить в город, вы посчитайте автобусный билет, разделите на каждый литр молока. Во сколько будет стоить это молоко? Золотый будет. Тут много вопросов. Первое. Второе. Пожалуйста. Встречные поставки, те же удобрения, те же семена, тот же, допустим, племенной скот, те же услуги ветеринарные, помеханизированные, допустим, обработки почвы и так далее. ЛПХ может помочь кооператив. Опять же, это все по справедливым ценам. А не так, как сегодня происходит. Ребята купили молоковоз, скупают на селе молоко по 50 тенге, и тут же в городе на молозаводе продают за 100-120 тенге. Серьезная реформа нам предстоит. Я напомню телезрителям, что мы только в начале этого обсуждения находимся, только сейчас законопроект ОБХ поступил в мажилист. Многие страны мира идут по этому пути. Они давно в этом. И Германия, и Швеция, и Дания, и Япония, и даже наш соседний Китай, который в 80-е, 90-е годы практически решил продовольствованию свою проблему. В 70-е годы, да, там были продовольствованные проблемы. Сегодня у них нет проблем. То, что Китай сегодня нуждается в мясе, в хлебе и так далее, это у них меняется культура. Одна из важных деталей, которая прозвучала на обсуждении законопроекта при его презентации, это то, что он не решает якобы одной проблемой. Доступ к земле, депутаты сказали некоторые, доступ к земле, к сожалению... Абсолютно решает. Решает? Решает. Почему? Да, проблема с землей для выпаса скота вокруг села. 5 километров корова каждый день туда-обратно ходит. Земли нет. Но если будет кооператив и скот через кооператив вывести на отдаленные участки, организованно, вопрос же решается. Не будет же каждый своей две коровы прутиком гнать за 25 километров, допустим, пастись. А весь скот вывести за село, построить там, допустим, откормочный площадок. Причем скот остается в частной собственности. Он ваш, мой, Марзахмед и так далее. Давайте подытожим. У нас, к сожалению, время прямого эфира вышло. Надо побольше времени или еще раз нам обязательно... Спасибо, что пишете, кстати, дорогие друзья. В двух словах. Какой эффект для сельского хозяйства Казахстана будет? Ну и непосредственно для частника. В первую очередь, это повышение доходов сельских жителей. Элементарно. Если он сегодня продает молоко за 50 тенге, будет продавать за 100 тенге, доход вырастет? Обязательно. Раз. Второе. Если ему будут оказываться услуги, там, по ветеринарии, по породному преобразованию, по семенам, по удобрениям, урожайность вырастет, объемы вырастут, доходы вырастут, я думаю, вырастут. Плюс вся страна выигрывает, потому что 80% продовольственных товаров, напомню, на рынках это продукция ЛПХ. А если этой продукции станет больше, значит, цена будет справедливой. Плюс через кооперативы уйдет вот эта вот длительная цепочка серых посредников. Вот это самое важное. Спасибо большое. На этом закончим. Обязательно еще обсудим этот законопроект. Я уверен, что он будет обрастать новыми новеллами и какими-то новаторскими предложениями. Он сейчас в парламенте. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok